Добрый день, дорогие зрители. Это программа «Дискуссионный клуб». Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня наш разговор приурочен к 4 ноября, Дню Народного Единства. За круглым столом вместе со мной Кулябина Тамара Ивановна, председатель Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский дом». Добрый день. Исафин Рамис Фарукович, председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. День Народного Единства праздную. Прежде всего, наверное, обращусь к каждому из вас. Расскажите, в чем, по-вашему, это Народное Единство? Ну, само слово говорит, народное единство, объединение всех народов. История этого праздника дивная, трудное для России время, когда забрали власть поляки, то все народы России объединились. Не было различия ни в вероисповедовании, не было различия в языках, ни в чем национального не было разъединения, было единство. Объединившись все вместе пошли ополчением под руководством Минина и Пожарского, дошли ополчением до Москвы и победили. Вот оно, в чем единство. В дружбе, согласии и любви. Наш единство и наша сила. Потому что, да и сейчас мы живем в согласии, благодаря, конечно, Сергею Ивановичу Морозову, который возглавил Совет национальности. И все вопросы мы решаем с уважением сообща. Я тоже согласен, вот Тамара Ивановна правильно сказала, уже в самом слове единство. Это уже все заложено туда. Как наша страна и такая же наша область многонациональная, особенно Ульяновская область, больше 111 национальностей проживает. Никогда не было каких-то межнациональных скандалов, каких-то распри, ничего. Поэтому мы благодарны судьбе, что мы родились в этом великолепном крае, Ульяновской, Симбирской губернии. Вот мы занимаем второе место после русских по численности татар. Это 14%. И вот я всегда говорю своим татарам, у нас в Ульяновской области созданы все условия для удовлетворения духовных потребностей нашего народа. Хочешь учить своего ребенка на татарском языке? Есть классы, есть уроки, выделяются 3 часа в неделю. Только давай. Хочешь заниматься танцами, песнями, учить татарские песни и танцы? Есть центр татарской культуры. Хочешь читать газеты на татарском языке? Есть газета, издается 30 лет на татарском языке за счет областного бюджета. Газета на татарском языке, тиражом около 7 тысяч экземпляров. Работает телевидение. Недавно открыт Корпункт. Поэтому мы чувствуем себя, как будто один регион Татарстана. Все есть для нас. Живи и радуйся. Поэтому вот этот праздник, раньше мы отмечали 7 ноября, сейчас уже 4 ноября, как бы перешел все равно осенний ноябрьский праздник. Раньше я всегда на этот праздник ходил, когда дети были маленькими. Посадил их на плечи и ходили на 1 мая и на 7 ноября. Но сейчас уже дети большими стали, и на плечи у них посадили. Ромес Фарукович, 4 ноября можно посадить всем нам детей на плечи и пойти в народные внуков. И в народные внуки, на 7 ноября. С удовольствием. Но они уже взрослые, и внуков пока нет, к сожалению. И еще вот когда идем на этот праздник, в первые годы мы ходили даже с флагами. Руководители общественной организации, автономии, выходили, например, я с флагом Республики Татарстан, азербайджанцы своим флагом. Красиво было. Смотрю, я как журналист телевизионный, я знаю, какая картинка красивая была. В этом году, наверное, прохладно будет, холодно, поэтому не сможем одеть национальные костюмы зимних, потому что нет. А вот летом, когда праздник Дружный народ, даже одеваем национальные костюмы. Поэтому этот праздник действительно для всех народов это большой праздник. Вот даже я знаю, даже Владимир Иванович Путин сказал в своем выступлении 3 года назад, когда он встречался с общественностью Москвы. Он сказал, вот я даже сам, говорит, не знал, что Минин был татарином. Да вы что? Да, он сам, у меня есть даже слова, у меня запись есть, да. Вот они все вместе. Но он был крещеный татарин. Все равно крещеный, не татарин. Опять единственный. Этнический татарин. Он говорит, вот у него, говорит, в глубине души, слова Путина, в глубине души, вот такое чувство было, что за единую Россию. Поэтому они взялись все вместе и смогли победить. Но не только вот с поляками. Да. Великая Отечественная война, возьмите, татары, чуваши, узбеки, киргизы, все. Не было бы вот этого, этой дружбы не смогли бы. Немцы же хотели раздрай сделать, а у них лично даже специальный план был, чтобы раздробить эстер на разные народности. Издавали листовки, газеты на разных языках, чтобы лишь бы изнутри разобщить вот это эстер. Но не смогли этого сделать. Вместе победили только это благодаря нашей дружбе. Только единству. И сейчас нам надо, и то же самое, я везде говорю, надо объединиться, всегда надо держаться. Ну, я бы не скажу, что там плохие народы, хорошие есть. Не надо так делить. У всех народов есть большинство хороших людей. Поэтому надо любить свою культуру, свой народ и уважать соседей. Ведь ваш праздник, Рамин Сфарокович, Сабантуй, это уже не только татарский праздник. Да, уже почти что. Это уже всенародный праздник. Все приходят на этот праздник. О, Сабантуй, все идут на этот праздник. И организация «Русский дом» сформирована. Рамин Сфарокович говорит, ну где русский, давайте русские, государственно образующие нации. Это было действительно, вот я татарин стоял у истоков создания вот этого общества. Я, когда работал с авиаником губернатора, начинаешь организовать какое-то мероприятие, татары еще ваши все есть, азербайджанцы, вьетнамцы. А русских не можем. Говорю, давайте мы создание как-то русского общества. Вот тогда была министром внутренней политики Татьяна Викторовна Кириллова и сотрудник администрации у нас в правительстве работал Антон Дмитриевич Антипов, нынешний депутат Ульяновско-городской дома Игорь Владимирович Любчиньков, он нам здорово помог. Мы создали, вот собрали русский собор в Доме правительства, в Сосе области, вот создали общество. А потом вот избрали представителя Тамары Ивановны. И легче нам стало работать тогда, когда уже и русское общество получилось. Я говорю, почему в Ульяновской области нет русского общества? 76% русских. Да, 76% русских и нет русского общества. Вот. И я поэтому благодарю, как она работает, как она организовала. Она стояла у истоков создания вот этой организации. Ну, только удачи. Спасибо, Ромис Фарукович. И снова это говорит о нашем единстве, да? И вот у нас в этом году, год национального единства народов Ульяновской области, мы уже 8 лет проводим конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия». И в этом году, в ознаменование года национального единства, мы внесли изменения в положение, чтобы в нашем конкурсе исполнители русской песни «Поющая Россия» принимали участие все народы. Ведь русский язык – это достояние всего народа, да? Он государственный язык, и на нем говорят все народы. И откликнулись. От татар была очень милая исполнительница, пела татарские песни она из Мелькесского района, чувашские песни пели. Это народные песни, да? Да, народные песни. Это изумительно красиво. И они все примут участие в гала-концерте, который состоится 3 ноября в Доме Дружбы Народов Губернаторский. Начало в 11 часов. Это начало, откроются двери Дворца Дружбы Народов Губернаторский, где будут выставки, торговли разными интересными предметами, сувенирами. Можно будет вкусно покушать. А в 11.30 начнется гала-концерт. 3 ноября. 3 ноября. Я думаю, будет интересно. Я приглашаю вас. Хорошая реклама у вас получилась. Я приглашаю всех жителей Симбирска-Ульяновска на наш концерт. Это снова подтверждение единства народов Ульяновской области и всей России. Потому что у нас будет 7 представителей областей. И тоже будут не только русские. Я не буду всех объявлять, говорить. Но заверяю, что будет интересно, как и в предыдущие годы. Дорогие зрители, не забывайте, приходите в Дом культуры губернаторский. Раз мы уже затронули работу национально-культурных автономий, которые у нас большое количество в Ульяновской области. Расскажите, как по-вашему, какова роль национально-культурных автономий в единении народностей и, может быть, немного о работе ваших общественных организаций? Ну, наверное, я начну. Почему я начну здесь? Потому что наша автономия создана одна из первых не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Федеральный закон о создании национально-культурных автономий был принят летом, в июле 1996 года. Уже осенью мы создали городскую автономию этого же года. Первым председателем был известный человек в городе, почетный гражданин Ульяновской области, Зайдан Иванович Курчаков, покойный ныне. Вот он был председателем. И начали работать. Действительно, сперва нелегко было. Почему нелегко было? Во-первых, у нас тогда существовало несколько общественных организаций татарских. Тугантель, Медония, Токхалфак, вот разные были. Они все работали разобщенно. Чтобы их объединить, надо было всех собрать, чтобы работали вместе, совместно. Потому что иногда, даже лет пять назад, тоже было совпадение. Это тоже мероприятие. Это общество и мы планируем. Чтобы хорошее мероприятие получилось, мы объединили. Что мы сделали? Когда я пришел в автономию в 2006 году, я принял такое решение, надо собрать всех руководителей всех татарских общественных организаций и принять их в президиум автономии, который собирается один раз в месяц у нас, принимает план, отчеты, какие проблемы, обсуждаем. И сейчас они у нас все вошли в автономию. При автономии работают. Они приходят своими планами. Мы обсуждаем, чтобы не пересекаться. И объединенно работаем вот так. И лучше, и как-то качественно получается. Вот благодаря этой работе мы вместе со всеми впервые за всю историю Симбирского края издали энциклопедию «Татары Симбирско-Ульянского края». Тиражом тысячи экземпляров. Мы уже готовим второе издание сейчас. Мы издаем один раз в два года «Симбирские весны». Книга местных поэтов на татарском языке. Уже с 90-х годов это более 100 книг мы издали у нас, в нашем Ульянском крае. Вот тоже на татарском языке. Димитровградский поэт Гагиль Сагеров. Это повторил судьбу Николая Павла Корчагина. Тоже без рук, без ног. Зажав карандаш в зубах, он написал несколько книг и издавал. Вот это его. Вот Акчурина все знают. Мы работаем не только издаем книги, работаем по увековечению наших земляков. Акчурина все знают. Это в Барусском районе известный фабрикант. На русском языке тоже издали вот такую хорошую буклет-книжку. Великолепную. Мы проводим конференции. Даже не только областные, и всероссийские, и международные. Когда вот проводили эту конференцию посвященную Акчурина, пригласили их родственников, которые сто лет не были уже после революции, они в Симберском крае не были. Мы их нашли. Одного нашли в Турции, второго, праправнучку нашли в Крыму. Они приехали, были в музеях. Им показали личные вещи Акчурина, которые хранятся у нас в музее. Их всего 8 штук. Вазы, термельницы, они все здесь есть фотографии. Посмотрели. Посмотрели во дворце книги Кораны на разных языках. Кстати, на английском, на французском языках. Лично со штампом, лично библиотеках что-то посмотрели. Они плакали со слезами на глазах. Прямо смотрели. Вот татары города Симбирска. Это Римма Камелин Вильданова, наш ученый, живет в Ульянске. Издала в прошлом году такую книжку хорошую. Поэтому я хочу сказать, мы занимаемся не только вопросами культурной, развлекательной. Да, развлекательной. Историей. Да, занимаемся историей своего народа, повековечиванием своих соплеменников. И здорово в этом нам помогает, конечно, и правительство Ульянского, и администрация города. Мы получаем гранты на эти деньги. Вот издаем книжки, буклеты и проводим разносторонние мероприятия. Еще хотел бы, знаете, на что обратить внимание. Позапрошлым годом я проводил опрос в городе среди высших учебных заведений у входа. Спрашиваю любого, какие, знаете, национальные праздники. Вот многие, даже татары, говорят, только Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Это тоже наши праздники. Но это мусульманские, религиозные праздники. Почему-то ни Акату, ни Сабанту не знают. И потом я в президиуме решил, говорю, ребята, давайте организовать, межнациональные праздники, праздники дружи. Вот так, чтобы друг друга мы побольше знали. Мы вот над этим работаем и проводим вот такие тоже мероприятия. Как и вот с вами. Но хочу добавить, что благодаря Сергею Ивановичу Морозову все-таки вот это ведется большая работа. Ну, начнем вот с ближайшего, 3 ноября. Этот конкурс исполнительной русской песни «Поющая Россия» проводится на грант, выделенный Сергею Ивановичу Морозову. Где вот, еще раз повторюсь, приняли участие практически все народы. Ну, не все, но коренные жители города Симбирского края приняли в этом участие. И до этого тоже на грант, выделенный Сергею Ивановичу Морозову, мы провели конкурс исполнителя русской песни «Дети голос Симбирской». Это было вообще умилительное явление, когда дети, начиная с 4 лет и до 14, тоже разные пели национальности, в своих национальных костюмах. Это же, кажется, на первый взгляд, ну, дети поют, а ведь это закладывается в них фундамент своего национального единства, да, где они выходят и в русских костюмах, и в татарских, и в чувашских. Это такие крошечки, маленькие наши дедочки, душечки наши, выходят и поют с таким умилением, взявшись за руки потом, и они же поют. Колыбельные песни, каждый на своем языке. Вы знаете, это просто удивительное явление. Ну, и еще дополнительная наша общественная организация проводит по школам лекции и концерты. Называется она «Сказание о земле Симбирском». Эту программу мы «Сказание о земле Симбирской» проводим благодаря гранту, выделенную городом Сергею Сергеевичу Панчину. Вот у нас в этом году 12 лекций и концертов по школам города Ульяновска. В чем суть этого концерта, лекции концерта? Мы рассказываем об истории заселения Симбирска и о культуре всех народов. И русских, и татары, и чуваши, и мордвы, и те люди, которые пришли позже, заселили. Азербайджан, Дагестан, Вьетнам, Украину. Это диаспора уже, да? Да, диаспора, да. Но мы все равно говорим об этом, что мы... Это вот сказание о земле Симбирской. Вот так богата земля Симбирская разными национальностями. Это такой венок народов, в котором сохраняются все обычаи, культура и традиции каждого народа. И дети это третий год подряд проводим и не иссякаем источник, ну, желание детей познать свою историю. И тоже выпущен у нас сборник сказаний о земле Симбирской, где мы говорим и об Андрее Блаженном, и о ценности каждого народа. В завершении нашего разговора хотелось бы у вас спросить, что бы вы пожелали ульяновцам, нашим зрителям, к Дню Народного Единства? Рами Сфарукович, я желаю вам, вашей организации, ну, надо видеть, да, я желаю вам всем, вашей организации, здоровья физического и духовного, я желаю сплочения внутри и со всеми народами Симбирского края. Я желаю вам и нам, чтобы процветал и был здоров наш губернатор. И благодаря его чуткому политическому руководству, я думаю, в земле Симбирской сохранится мир, любовь, согласие и экономическое процветание. Спасибо. Только сели, уже заканчивалась передача, конечно, жалко. Но вы мне тоже пожелаете. Так много хотелось пожелать. Детям, товарищи, товарищи, я вас поздравляю, и вас тоже, и всех телезрителей, которые нас смотрят, этим великолепным новым праздником, который уже, этот праздник вписался в историю нашей страны, поэтому я желаю и нашей стране, и нашей области вообще спокойствия, мира и согласия. Самое главное, чтобы мир был, потому что многонациональная страна, всякая может быть, дай бог, не дай бог, не ждал, только мира, самое главное, и здоровья, счастья всем. Удачи. Удачи. И хочу, чтобы наша песня русская объединяла все народы и увела от уныния. Это тот единственный факт, который заложен в русской песне, она всегда объединяла все народы, но дополнительно, что это от уныния, чтобы мы жили все в радости, любви и согласии. Редакция Управда ТВ также присоединяется к поздравлениям, поздравляет жителей Ульяновской области с праздником. Спасибо, дорогие гости, что пришли к нам на передачу, рассказали о деятельности национальных автономий. Дорогие зрители, мы с вами увидимся в следующих передачах. Следите за новостями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok